итак друзья мы сегодня поговорим о профессиональной подготовке в школе сейчас секунду ты я просто как то вот так получилось я к этому не стремился сейчас сказать но увидел что в школе есть люди новички которым в такой жаждой потребляют эти знания что грех не помочь и как так случайно совершенно получилось что в данном случае сергей асачий знаете редко вижу видишь такую жажду знаний я смотрю вы котлинг скрупулезное выполнение домашних заданий да и смотрю здесь то есть человек реально решил стать программистом ну и короче я начал делать то что вы не найдете ни в одной школе или найдете участного репетитора полторы тысячи за час но наши ребята это получит бесплатно в общем то я начал корректировать знания сергея но понятно что это могут делать все ребята так как переписка в группе сейчас я перейду дальше и объясню мне сначала объясню эту забуду понимаете вот допустим человек проходит в школе есть общий курс python человек проходит python на самом деле это начинаешь понимать когда уже умеешь программировать что человека можно поднатаскать и он будет писать все например можно поднатаскать на джанга можно поднатаскать на машинное обучение а можно поднатаскать так чтобы человек был профессионалом и в принципе я начал этим заниматься но будем говорить так мне приятно когда у людей есть знание конечно конечно стартовым моментом послужило хоть это не первое письмо ну знаете приятно получать такие письма как-то пришел парень но 0 полнейший год может назад может больше написал валерий иванович привет как ваши ничего как дела вашей школе раньше было потом самостоятельно изучил джанга много воды утекло с того времени хотел вам сказать что получил работу в банк взяли разработчиком уже почти 8 месяцев работаю все нравится не хвалюсь просто хотел сказать спасибо за вашу работу и очень помогли уроки ну и так далее вы знаете вот такие моменты чувствуешь что ты что-то делаешь важное и конечно же очень много ребят приходит ну люди то разные я стараюсь никого не напрягать то есть в школе человек занимается каждый своем ритме кто-то стеснительный кто-то заходит занимается там раз в неделю кто-то два раза в неделю ну а есть люди которые ну вот решили стать программистом наверно хоть колчишь и на голове да вот хочу и всего и делают ну и я начал эти советы собирать думаю собрать их потом какую-то книжку для участников чтобы по прохождении общего курса который дается вот ну с самого нуля дети шести лет понимают писал по python 3 будет актуален сколько будет актуален по этом 3 вот человек этот сайт дается бесплатно когда человек покупает достав школу и и здесь все для старта чтобы стартовать спайта ну будем говорить так что человек все равно надо еще поставить на ноги и ну чтоб имели представление в принципе там где-то написал он ну начал писать короче домашние задания которые на про 365.net вот и я его начал предправлять ну и даю просто конкретные советы чтобы человека научить но вот я не беру там книги я себе соображают думаю ну вот что нужно человеку надо человеку разобраться очень глубоко функциональным программированием тогда он легко подойдет классом с функциональным программированием сможет работать джанга много другого и я им пишу пишу допустим теперь попробуйте расширить функции возьмите строки очень часто используется объяснить пару подальше такое строка и так далее там он в одном месте запятую в кортеже не поставил дальше и получаются по сути дела вот уже радостные нотки появляются сейчас секунду дал задание разобраться в арк кварц дал уди уроки и посмотрел ну вижу что разобрался потому что досконально расписал то есть комментариях все досконально расписал и теперь уже не будет большими глазами смотреть на тот же арк кварц будет использовать да очень круто пишет когда разобрался получается чувствую что на правильном пути вам спасибо круто все там я вижу что сидушкин тоже александр есть такой человек очень активный они то обсуждали у них не получался импорт но слава богу заработала да то есть я дал задание там придумал его чтобы человек научился писать но чего я исходил сходил из того что ну вот есть функция до дайте открою сейчас по чарам хотя бы как натаскивать человека то есть функция она используется везде по сути дела сначала я понимаю что надо человеку заострить его внимание чтобы он разобрался в аргументах слава богу разобрались далее очень важно разобраться в функциях то есть использование функций функции используют другие функции и так далее и вообще чему я хочу привести этот курс потому что новичок то как думает что ну вот допустим данные новички так не вдумают они уже изучают несколько языков и довольно успешно а новичок как думает я так думал когда-то вот хоть бы один язык выучить да нет ребята все намного проще вот допустим сейчас проведу я благодаря некоторым ребятам там ситушкина сача мол вот этот курс и подведу их к функциям потому что полностью до профессионально что функция бывает первого порядка там какие они как что зачем я даю сейчас примеры примеры даю чтобы когда человек будет читать допустим материал в общем по функции чтобы функция у него не было просто пустым словом то есть надо вот это место заполнить практикой когда она заполняется практикой понимаете одно дело когда человек пришел ноль это кстати тоже нули полные пришли пришел ноль человек и вот он изучил до изучил python получается ну пока пишу знаю закрыл ноутбук там или выключил компьютер все уже не помню это пробел очень легко устраняется когда человек уже имеет первое представление просто проще простого когда ты понимаешь что надо действительно и начинаешь описывать домашние задания так то есть очень очень подробно и человек начинает уже думать именно языком и и я им выдумал тут задание про зоопарк сейчас я ее постараюсь найти еще 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 сейчас то принципе и написал а а вот он домашнее задание давал придумал такое домашнее задание пока как строки я и честно писал я обычно уроки пишу на в становлении не помогаю но когда вижу что просто человек глотает и эти уроки настолько жадно хочется помочь в общем домашнее задание придумал следующее зоо зоопарк animals определить типы данных для программирования зоопарка расписать алгоритм написать программу при помощи функций одно действие одна функция классы пока не трогать расположить в разных файлах что порядок и продуманные логические названия отражало суть у нас зоопарк 5 вольеров в одном живет тигр в том жираф ну и так бла 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 какой тип данных выберите опишите назвав животных английскими именами зоопарки работает автоматика если нужно почистить вольер автоматически открываются клетки но в общем так так далее так далее потерял а где-то с последних ну вот смотрю уже соображение пошло и пошло в правильном направлении то есть вижу что при поиске взял именно словарь вот такая вот как бы детская игра но серьезными намерениями вот сергея здесь живет тигер жираф медведь так далее вот создал поиск потом них видно не получалось значится экспорт и они обсуждали но в конце концов нашли решение я к чему это говорю так вот это и есть заполнение вот этого переходного периода когда человек от того знаю до начать реально программировать и понимаете можно делать конечно примеры вот часто сайты дают школы там сделайте примеры ну будем говорить так они совершенно бесполезны ну не бесполезны но будем говорить так бесполезны я из чего исхожу я исхожу вот человек работает с пайтом да значит он должен работать с чистым поэтому человек будет работать джанга но давайте соображать функция это вообще королева да это рабочая лошадка ну конечно же все банально просто если человека поднатаскать дать задание но не так от балды а дать задание ну таким вот образом говорю разобраться сначала в параметрах потом разобраться в теле функции но в теле функции тоже с умом то есть я когда планировал допустим тоже домашнее задание я подумал так дам домашнее задание такое чтобы надо было писать одни функции потом название этих функций использовать других и что происходит а происходит следующее на данный момент в данном случае сергей решает совершенно конкретную задачу ему приходится использовать совершенно конкретные типы данных совершенно конкретные навыки при этом мы уже вышли на осознанный уровень тех же аргументов я видел программистов которые много лет и у них все это туманно да но у меня есть будем говорить так две конкретные цели то есть я четко понимаю куда надо привести человека вот мы закончим это домашнее задание да он с ним справится но опять же подойдем к функциям с разных сторон подойдем к функциям таким образом чтобы в данном случае участник использовал типы объектов использовал методы типы объектов то есть писал реальный код и это заполнит вот это очень важная мысль ребята это очень важно и она относится почему почему легко учить другие языки ответ на вопрос вот именно то есть когда ты помогаешь человеку заполнить пространство именно практикой то есть вот допустим если бы он открыл там вот прошел только от сайт про 365 . нет ничего не писал и открывает там читает да сейчас поймете сейчас поймете например там функциональное программирование в принципе вот если он будет прочитает и по сути дела для него это просто слова они не имеют никакого смысла да человек понимает что есть некая функция там бла-бла-бла и забыл так вот если допустим поднатаскать человека именно заложить в голову практики то есть поработать с аргументами поработать с телом функция дальше там ему приходится работать с выборами if-else true-except кстати true-except это поднатаскивание идет конкретно для джанга там это больше всего используется ну и везде говорю то у него начинает происходить следующее у него при слове и чтении функция у него не возникает просто слова у него возникает его опыт ага я делал так так и так то есть мы что делаем мы формируем сейчас правильно скажу мы формируем некий шаблон да и вот вот дальше смотрите ребят на самом деле а дальше когда есть шаблон начинается действительно происходить чудо другие языки учатся буквально на лету и это ж не просто слова я смотрю вот опять же смотрю вот показывал да котлин а я говорю ребята своим изучайте два языка я написал большую статью день писал чтобы вот как-то донести ссылка будет под описание видео то есть исповедь программиста выбираем язык программирования смысл в том что я привожу аргументы это многолетний опыт что выучите с иголочки два языка два языка которые вы точно будете использовать в данном случае в школе это python на котором можно написать все или почти все и котлин котлин язык со статической типизацией и вот получается при изучении котлин человек приходится указывать типы а допустим когда он изучает только python он об этих типах даже не знает потому что python все автоматом делает но насколько я увидел начинается проваливаться фишки в двух языках они разные перепутать невозможно но самое интересное что здесь вот на этом сайте спустя 8 лет я начал использовать вот именно этот подход если сказать что я его разработал я не знаю просто это само пришло то есть мы пошли совершенно нелинейным способом я не раз это рассказывал мы опять же пошли именно от функции в пределах функции уже изучаем типы то есть человек нарабатывает практику и сразу уже используем допустим в android studio мы сразу уже первые навыки использовали и это работает и смотрите что происходит дальше на самом деле если бы человек просто изучал там язык да функции для него бы ничего не значило но если человека привести потихонечку что функции бывают разные бывает первого уровня бывает там ну я сейчас не буду перечислять для новичка то по сути дела человек когда приходит в какой-то новый язык ему достаточно когда он сформировал это стержень достаточно просто пробежаться допустим когда я входил в java script мне достаточно было почитать что в принципе смысл там построен что функции первого уровня и мне было уже понятно понимаете вот это ответ на вопрос что легко в kotlin тут намного все круче тут собраны функции с разных языков куски да но опять же и я вижу насколько ребята усваивают когда изучают именно два языка это ничуть не умаляет это практически может чуть больше времени но вопрос в том что нет какого-то торможения потому что идет осмысленность ну в общем ни в коем случае ребят я не хвастаюсь я говорю я если честно сказать я себя удивляюсь потому что ну как там я занят написанием уроков люди занимаются сами спрашивают помогая друг другу ну вот а здесь когда получают такие ситуации то конечно же хочется и я не скажу не скажу что у меня есть своя цель понимаете когда я начал делать сайт котлин да чтобы выйти на джава чтобы выйти на мобильный рынок на блокчейн вот перед этим я очень долго занимался с этим вопросом и допустим если когда я программировал там года два три прошло я тогда думал это было лет пять назад что как бы начать давать обучение чтобы это было очень эффективно и быстро я на тот момент не ответил на этот вопрос а сегодня как-то ответ сам пришел и я эту методику именно воплотил вот на этом сайте поэтому смотрите заниматься и спайтон и скотлин и в принципе все понимать ну и тут как раз смотрю что вот этот сайт тоже пошел сразу смотрю новички хватает новички уже программируют и конечно же я начал помогать еще со своей целью чтобы вот этот хорошо отработать алгоритм понимания и он практически вот если брать вот этот метод у всех одинаковые почему потому что все равно человека надо допустим вести таким образом чтобы тут ничего придумывать то не надо чтобы он отработал аргументы то что здесь записывается потом тело функции true except if else то есть и как сказал мы решаем несколько задач первая задача что я это говорил просто сейчас повторюсь первая задача которую мы решаем это человек значит после первичного изучения материала вот он с нуля да там почитал уроки начинает писать определенный код начинает думать то есть мне не надо ему объяснять что вот и он не будет задавать этих вопросов хотя они висят всегда в воздухе какие вопросы а вопросы следующие если человек не тащить именно через практику да не вести не то что тащить а вести то в принципе у человека получается небольшой как бы разрыв да знаю вот там список кортеж в python да писать не могу изначально были предприняты довольно очень успешные попытки в школе то есть я на тот момент эту проблему решил что я начал писать планы не планы а вот все уроки таким образом построены что мы пишем приложение то есть человек переходит и начинает работать с жанга создавать приложение но потом с годами для меня открылась еще для меня открылся еще один важный фактор а ведь можно подготовить человека чтобы человек просто был профессионалом и мог взяться абсолютно за любое направление машинное обучение там бигдата это почти то же самое что машинное обучение да там большие базы данных чтобы он мог работать джанга и пошел этот подход именно через королеву языка функции которые в принципе он по ходу изучает как я говорю данные ну я это уже говорил не буду повторяться так вот первое это подготовка второе как я говорил все таки заполнение чтобы привести человеку сейчас я хотел еще поправиться именно на этом сайте я сказал что школа переходит на много профильное программирование и именно вот это искренняя статья моя я очень надеюсь что допустим ребята школы через восемь лет будут в тысячу раз дальше чем я если бы мне тогда сказал Валера вот делай так тогда я было у меня такой момент у меня не было наставника вот именно такого который бы объяснил и сказал тогда я прочитал статью где один программист с гугл я не помню его имя но он писал отдайте там 10 лет жизни изучите с десяток языков а я только начинаю python перед этим было несколько это 2009 год было год может меньше мытарс то пхп то c-шарп и этот язык ни хрена не понимается и непонятно вообще как писать и задаешься вопрос себя когда я буду программировать а потом слава богу был обретен python и тогда я вообще скакал потому что мне казалось что вот вот но все это если бы тогда если бы ребят тогда вот если бы сейчас кто-то меня услышит это если бы тогда мне сказали что вот давай делать так делай упор через функции изучай обязательно хотя бы один сейчас язык со статической типизации потому что тогда будет и динамически пониматься и тот они разные и запутаться невозможно это то же самое что готовить еду а потом пойти крутить машину ну вы ж не скажете что взяли ключ а вдруг это тарелка а вдруг это кастрюля ну конечно же это ж глупо да потому что ключ и гайка это одно а допустим тарелка и каша это другое вот так отличаются языки ну то и то вещь да там и там по сути дела есть вот тарелки есть железо и болт железный но они разные так же вот отличаются языки ну почитайте а там уже делайте как вы считаете нужным я тут убеждать не буду потому что если честно сказать то я вообще сейчас вот говорю и думаю вот зачем я все это говорю надо это говорить не надо но хочется вот у меня есть такое понятие хочется вот мне хочется и я делаю и это всегда почему-то меня ребята тогда слышат и это работает потом бац видишь результаты да правильно а вот когда сидишь там думаешь думаешь вот да вроде смотришь сам все так правильно все так умно никто не делает а вот когда вот вот хочется вот вот с души вот оно набралось и оно вот льется да все все понимают все слышат пошло действие поэтому закончил уже и так много времени так вот получается что по сути дела может повторюсь можно на самом деле сегодня уже понимаю сделать путь подготовка программиста довольно короткий можно подготовить действительно профессионального программиста но для этого надо действовать именно определенным образом то есть определенным образом понимая куда ты его ведешь можно давать просто там по книге какой-то да человек по сути дела прочитает а можно вспоминать вот откуда я задаю вопрос я вспоминаю а вот я в джанго делаю так а в машинном обучении делал так значит надо вот это вот это вот это подтянуть то есть заострить внимание и ставлю такие задачи таким образом чтобы человека в данном случае там у Сергея у Сашки Ситушкина формировалось вот это пустое место функций да слова заменялись образами образы а образами они когда смогут замениться когда будет опыт то есть грубо говоря он уже когда будет читать про функцию потом дальше он будет вспоминать я вот так делал то это уже опыт а вот так еще можно а в этом языке вот так оказывается поняли да вот то о чем я хочу сейчас рассказать это второй момент третий момент конечно же многопрофильное программирование ну и четвертый момент посмотрим там что там ребята дальше будут делать подвести их к классам все таки хотелось бы дать немножко по другому классы и я начал грубо говоря собирать этот материал для себя чтобы потом уже с него сделать раздел но в любом случае сейчас я написал ребятам в школу что ребята вот есть занятия да может вы там стесняетесь или что делайте пишите не надо передирать код там чей-то вы старайтесь делать сами и я им говорю ну ребят ну что вас поругают в угол поставят если вы неправильно если вы криво там напишите да никто здесь не ругает я только за смотрите общаются помогают всегда находят решение вовсю молодцы молодцы ну что здесь сказать вот при этом я перед собой сюда ставлю задачи как можно четче сформулировать задания и смотрю все дело идет 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 вот вроде хотел сказать что-то и кажется что-то не высказал но вы знаете как говорится сейчас закончу видео тогда придут еще мысли ну а суть наверное пересказал все ссылки в видео так что ребята приходите занимайтесь программировать будете все программируют уже годы практики показали просто со временем много чего я же говорю сейчас я перешел именно на многопрофильное обучение ну что такое для меня многопрофильное обучение я закладываю языки в первую очередь давайте чуть-чуть расскажу про это чтоб уже какие языков то две тысячи надо те которые нужны на сегодня есть мертвые языки вот первый мой язык был он мертвый это был си он для меня мертвый он неплохой язык он крутой язык на нем пайтон написан ну я то не собираюсь пайтон писать вот я учил тогда ну долго учил и там когда начинал учить это понятно это вообще нифига не понятно короче через пень колоду я нечто выучил понимал что я нечто знаю и ничего не знаю но за девять лет я на нем ни разу не программировал ну не надо мне поэтому когда вам новичку говорят вот там учи допустим си с плюсами да не надо ребят си с плюсами вообще люди учат зная один два языка когда знают зачем им это си с плюсами вот вы знаете вам приходит там с microsoft давай-ка ты c плюс плюс c плюс плюс там и с нами работают да да теперь я знаю я мне надо c плюс плюс там c плюс плюс то как я по-разному называю но так получается извините надо брать язык которым ты будешь вот смотрите вот это python вот это джанг то есть вот этот язык я использую сегодня конкретно дальше берем kotlin извините вот быстрый старт android studio и сразу если в статье буквально на следующий день уже появилось у ребят приложение пусть первое пусть маленькое но они его использовали и где там написал ситушкин тогда мне понравилось да новости там позволяют и спасибо за android studio создание первого приложения мы идем дальше то есть опять же этот язык смотрите почему kotlin во первых его признала android studio а то есть он он официально включен в android studio и легкое изучение java но вы знаете мне java всегда нравился но я не могу не могу имея трахтор python да имея комбайн пойти копать лопатой потому что ну согласитесь одно дело kotlin одна строка другое дело слева java 40 строк одну и ту же мысль выразить но kotlin просто это тот же java только очень простой и он все делает на автомате как python будем читать но изучая kotlin мы имеем полный доступ к java мы можем в любой момент преобразовать кут kotlin и давайте перечислим на пальцах python машинное обучение big data ну это лучшее на python у нас в кармане web у нас в кармане то есть python нам дает вот эти все возможности дальше научные лаборатории все что угодно короче python дает мобильное направление конечно же лучше сделать на том же kotlin потому что короткая быстрая работа можно на python я делал на киви неплохо получается но я не буду сейчас заострять внимание почему именно разницу делать между киви андро и kotlin ну одно предложение скажу то что допустим на киви пришлось писать вручную андроид студии все это делает визуально и нам остается только сосредоточиться на самой мысли что сделать конечно же чем задурять голову лучше сделать визуально в андроид студии а самим сосредоточиться только на языке и получается работа со скоростью джава приложений и мы подсоединяем блокчейн а вот здесь нам понадобится несколько языков я уже дал первый курс на блокчейн ребят да согласен я взял долл код 10 миллионов умных контрактов на python вы увидите сами python только шик только в раз но мы не отбрасываем ни python ни kotlin ни солидность то есть здесь мы будем писать вообще на разных языках а сервер серверную часть может быть будем писать на джанго может быть на флеск а может быть на kotlin в зависимости от чего от задачи программист должен быть разнопрофильным но при этом не разбрасываться не разбрасываться а что значит вот я для себя сегодня определил если я еще 8-9 лет назад python для себя поставил одним из основных языков и сегодня я говорю что да это правильно то сегодня я говорю себе да это правильно kotlin потому что это java это будет работать это будет жить это будет использоваться и когда я беру python kotlin java java script то в принципе я могу написать все что все что угодно все что вообще можно написать в мире имея эти языки все для меня вопрос решен у меня есть конкретно цель у меня есть конкретные языки и я понимаю что делать я понимаю что сегодня рекомендовать ребятам это правильно ладно заговорился я начал с одного а закончил уже разным ну а цель была вы услышали да что что можно подготовить программиста в школе это происходит хотя ребята и сами и уроки делают доходят но вот так вот получилось еще как бы такая вот вещь что начал направлять и думаю сейчас ну я вижу рост то есть человек который раньше смутно представлял сегодня уже легко пишет циклы легко пишет функции пусть это пока пока у него жираф тигер там но вопрос в том что это то уже реальный код понимаете это уже классно спасибо ребят за доверие спасибо за доверие все ссылки в описании все ссылки на подпишем все в поле в в в в Продолжение следует...